Уважаемые моделисты, вы на канале Воздушных Хобби. Сегодня мы расскажем, как настроить аппаратуру Radiolink AT9 для управления полётным контроллером NASA Lite. Ну, NASA 2 настраивается подобным образом. Первое, что нам стоит сделать, это перевести приёмник Radiolink в режим работы пояс-бас. Делается это двойным нажатием. Видео об этом мы уже снимали и показывали. В этом режиме по девятому каналу у нас идёт S-бас. И девятый канал одним проводом необходимо соединить с каналом X2 NASA Lite или NASA 2. Зачем мы это делаем? Чтобы не вести огромный пучок проводов к нашему полётному контроллеру, соединить это только одним проводом. Нашу раму мы пока отложим в стороночку. И посмотрим, что нам нужно настроить на аппаратуре. Перейдём к заданию начальных параметров нашей аппаратуры. Мы уже выбрали модель квадрокоптера. Переименовали её в этом меню. В модель Type нам нужно выбрать тип Aircraft квадрокоптера. Остальные параметры оставить по умолчанию. Далее. В меню, в втором экране меню, в Altitude, нам необходимо выбрать канал, который у нас будет отвечать за режимы. В NASE это седьмой канал. Его никак не изменить. Значит, нам здесь нужно поставить канал 7. Выбрать переключатель. Я хочу, чтобы это был вот этот трёхпозиционный свитч C. Ну, здесь и стоит свитч C. Далее. Здесь у нас показывает... Сейчас я переключаю переключатель. И видно, как меняется положение. Здесь я сейчас хочу сделать, чтобы в позиции от себя был режим GPS. Меняю название на GPS. В среднем положении режим от T. И в положении к себе мы хотим сделать, чтобы был возврат домой. Ну, фактически это будет режим фалл сейва для NASE. Вот этот. Оставляем. Те настройки, которые мы сделали, сейчас отображаются на экране. Вот в этом углу. То есть, к себе фалл сейв. Среднее положение от T. От себя GPS. То есть, даже на экране мы будем видеть, в каком сейчас режиме у нас коптер. В принципе, 5 каналов. Это самый минимум для управления. Но мы сделаем еще несколько вещей. Заходим в назначение канала. 7 канал у нас сейчас зарезервирован. Мы видим. Для наших полетных режимов. На 5 канал мы назначим... В NASE это X1. Мы назначим крутилку. Вот это называется она. ВРА у нас. ВРА. И на 6 канал. Это X2. Мы назначим вот этот. Трехпозиционный переключатель G. Switch. G. Тоже нам понадобится для переключения режимов. Во втором экране меню можно еще настроить кривые газа. Что здесь можно сделать интересного. Ну, например, заведем это на switch F. Во-первых, мы этот режим активируем. Switch выберем F. Позиция у этого переключателя два положения. Ну, сделаем в позиции от себя более гладкую кривую в районе нуля. Для чего я это сейчас делаю? Наза при нулевом положении газа, ну, то есть, в среднем положении стика, замирает по высоте на месте. Чтобы у нас при дрожании там газа возле нуля, она у нас не уходила в набор высоты, либо спуск, мы эту кривую сделали немножко пологой. И даже при небольшом колебании все равно будет значение около нуля, и коптер у нас будет держаться по высоте. Плюс мы всегда можем переключить там в любой другой режим кривую, которую настроим. Ну, положение от себя я сейчас оставлю такое значение кривой. Также у нас есть возможность настроить любые миксы, но они нам не потребуются. Далее мы подключаем контроллер к компьютеру и переходим уже к совместной настройке. Мы подключили наш коптер к компьютеру, запустили программку на Z-Lite для настройки. Процесс установки программы, драйверов мы опустили. Думаю, у вас с этим не возникнет больших проблем. Мы идём в закладочку Basic RC, проверяем тепресивера, но он уже стоит у нас, дебас. Всё правильно. Мы сейчас откалибруем наши стики и проверим направление, как бы совпадает или нет. При таком значении все стики должны уходить влево. При таком положении на аппаратуре все стики на мониторе у нас должны уходить вправо. В принципе, отработывает всё нормально. Не надо нам ничего менять. Но если бы у нас не совпадало, например, при таком положении уходило бы вверх при положении газа, достаточно было бы здесь сделать реверс и канал бы поменялся на обратную сторону. Ну, у нас сейчас всё правильно. Для надёжности мы калибранём. Мы запускаем старт, вращаем все стики по кругу, ставим в центр, нажмём «Финиш». Далее. Мы проверяем работу. На ВРА мы заводили X1, на вот этот тумблер мы заводили X2, и на вот этот тумблер заводили наши полётные режимы. Начнём с настройки полётных режимов. Сейчас при переключении вы можете видеть, что все значения у нас соответствуют фалсейву. Что же нам нужно будет сделать? Мы заходим в меню, в настройку наших режимов, выбираем значение GPS. И сейчас здесь мы будем крутить до того состояния, пока наша галочка не будет соответствовать значению GPS. То есть сейчас мы поставили значение 79%, это соответствует GPS. Записываем, выбираем следующее значение – AT, переключаем переключатель в положение AT и вращаем среднее значение, пока наш ползунок не станет значением AT. Есть. Сохраняем, переключаемся на фалсейв и переключаем переключатель наше положение третье и вращаем до тех пор, пока не станет в положение фалсейв. фалсейв. В НАЗЕ 2 вот эти параметры можно выбрать и вы, соответственно, здесь можете задать любое значение фалсейв или мануальный режим. Но мы сейчас поставим на фалсейв срабатывание и сохраним. Проверим сейчас режим. Вот себя мы хотели сделать и настроили, что это GPS. Да. Среднее положение AT к себе фалсейв. Сейчас мы проверим режим режим фалсейва, если аппаратура если мы не сами, а просто выключается. Если она сейчас перейдет в фалсейв, то, в общем-то, нам не потребуется настраивать ничего дополнительно. Если не перейдет, то настроим этот режим. В общем, она переключается в фалсейв. не нужно нам что перенастраивать. Переключение аппаратуры переключается в режим, в котором у нас стоит стик. Да. Все работает. Далее. На этом экране мы заканчиваем. идем на экран базовых настроек. Здесь мы можем задать изменения наших гейнов от ручки ВРА. вот от этой крутилки. То есть, мы прямо в полете, не сажая коптер, сможем выставлять нужные нам гейны. Если какие-то значения нам понравились, их можно оставить, посадить коптер, подключить и уже как бы выставить это на какой-то тумблер можно поменять, ну, либо оставить это на крутилке. В принципе, на NASE даже изменения в широких границах не сильно влияют на коптер. Он становится либо порезче, либо более плавный. Мы выбираем канал X1. Выбираем, какие значения нам менять. Можем здесь тоже выбрать, но мы сейчас оставим только по питчу и роллу, чтобы эта чувствительность менялась. В принципе, мы можем изменить, задать изменения любых значений. И вот сейчас при повороте крутилки у нас меняется чувствительность по этим каналам. В среднем положении около, надо запомнить, на 11 часов около 140 процентов. Так мы это сейчас и оставим. Далее мы проверим в адвенч меню работу наших режимов. Во-первых, надо включить, чтобы заработали, поставить галочку и проверить наше позиционирование. Смотрите, сейчас в режиме от себя у нас работает хамлок, но мне удобнее, чтобы было, так как привык при аппаратуре все стики делать от себя, чтобы в этом режиме был стандартный режим, то есть офф. Следовательно, нам надо для этого канала поменять, сделать реверс. Сделать его нужно в аппаратуре. заходим заходим в меню, заходим в меню. Так, мы сейчас вспомним, это у нас был свитч G шестой канал. на шестом канале, заходим в меню реверс, мы делаем реверс. Подтверждаем. и проверяем еще раз. Теперь положение к себе у нас хамлок, положение от себя стандартный наш режим. В принципе, на этом настройка аппаратуры закончена, остальные уже настройки связаны исключительно с НАЗОй, с ее полетным режимом и настраиваются под каждый коптер индивидуально.